Вокруг лужников выставлено несколько кордонов милиции. Ожидается беспрецедентный около 10 тысяч напоев публики, в основном малолетний, и плановый слет российских скинфедов, угрожающих расправой длинноволосом. Единственное выступление группы «Рамштайн» в Москве, по хорошей русской традиции, что за шума драки нет, вполне может обернуться очередным побоищем. Неудивительно. За одни дышащими пироманами тянется шлейф дыма и скандалов. В Гамбурге горящие немецкие парни чуть не спалили концертный зал. В Бостоне были арестованы за непристойное поведение на сцене. А для обложки последнего диска «Мать» выбрали фотографию заправдышнего мертвого младенца. На критику в свой адрес «Рамштайн» реагирует по-немецки мягко. Обычно во время интервью солист «Рамштайна» Тиль Линдеман глух и нем, но в Москве расслабился. Я люблю русские девочки. Всеми родом из восточного Берлина и учили русский язык в принудительном порядке. Но отсутствие разговорной практики сказывается. Теперь я могу общаться на уровне матка, яйка, млека, хотя часто бываю в Москве. За последние годы она невероятно изменилась. «Рамштайн» существует всего семь лет. За это время секстет из никому неизвестной панк-группы превратился во флагмана немецкого рока. Не без участия Дэвида Линча, озвучившего свой фильм «Шоссерный удар», рамштайновской мрачноватой агрессивной музыкой. Они поют только по-немецки, используют в своих стильных видеоклипах скандально известные фильмы «Ленин Риппеншталь» и напрочь отвергают обвинения в сочувствии неонацизму, называя свое шоу откровенным выпадом против пресловутой политкорректности. Мы художники, а значит провокаторы по определению. Я уверен, что жесткая и даже жестокая ирония заставляет людей задумываться о важных вещах и не относиться к себе слишком серьезно. То, что на наши концерты ходят блюдоголовые, вовсе не означает, что мы разделяем взгляды. В цели безопасности рамштайновцы, как заправская пожарная команда, запросили шесть огнетушителей и два небольших резервуара с водой. В начале своей музыкальной карьеры бывшие грузчики и библиотекари действительно играли с огнем. Ныне с немецким педантизмом точно рассчитывает высоту ненастоящего из неонной воды пламени. Рамштайн, как безопасный секс или бенгальский огонь, светит, но не греет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова